Вот это вот, да, поколение СССР, это поколение иждивенцев. Про них психологи так и говорят, поколение иждивенцев. Им квартиры давали бесплатно. Понимаешь, кружки секции для их детей были бесплатно. Они никогда ни за что не бились, ни за что никогда ничего не отстаивали, короче, вот это поколение СССР. Идеологию им в рот вкладывали, да, пропаганду им в рот всю вкладывали, короче. За них все решали, всегда коммунистическая партия за них все решала. Вот они никогда ни о чем не думали, да, никем они станут, блядь, никем они будут, не мечтали. Куда родители их отправят, туда и иду, знаешь, послушные обезьянки, вот реально. Дальше, короче говоря, они сейчас, вот эти бабки, да, деды, осуждают молодежь, да. Вот там молодежь у них какая-то, блядь, не та пошла. Вот, а то, что мы уже в 40 лет все больные, да, живя при капитализме, да, мы уже заебались. Нас требуют, у меня, допустим, бывший муж, да, платил за ипотеку. Муж, он и сейчас платит, не знаю, если честно. Мы не общаемся. Вот. У нас коммунальные услуги ЖКХ точно такие же, как ипотека. Хотя наши родители своим уже, да, трудом вроде бы, давно все оплатили. Вот, у нас все ветераны труда. Мы уже, как получается, как наследники. И все равно, с нас ЖКХ почему-то берет коммунальные услуги, как ипотеку. Как будто мы купили новую квартиру и, знаешь, за нее платим. Вот. Ну и так далее, и так далее. Они не понимают, что молодежь сейчас живет по-другому. Молодежь выживает. А эти бабки бы уже, блядь, заткнулись. Я не говорю. Некоторые уже, им государство, некоторым по три, по четыре квартиры. Эти бабки деды набрали, блядь, и сидят, блядь, на молодежь наезжают. Эти бабки деды.